Чтобы совершить благородные поступки, достаточно просто войти в интернет и объединиться. Такой пример подали герои нашего следующего сюжета. С подарками для детей инициативная группа посетила Республиканский дом ребенка. Добровольцы пообщались с его воспитанниками и организовали для них настоящий праздник. Каждый из молодого поколения дагестанцев, вступая во взрослую жизнь, давно определил, что для него глобальная сеть интернет, учеба, средства для заработка, развлечения или возможность понять, увидеть и помочь тем, кто в этом нуждается. Айшат Гаджимурадова объединила вокруг себя таких же неравнодушных, еще вчера закончивших школу мальчишек и девчонок, и пришла в Республиканский дом ребенка. Что это такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Так видела их грустные глаза, там, настолько они грустны. И люди, которые мы можем там дать им радость, и мы сидим просто дома. Мы позвонили к Денису, он сказал, что мы можем там приехать. Они даже нам сделали скидку, что мы идем в детский дом. Спасибо им тоже за это большое. Помимо музыкально-развлекательной программы, на свои скромные карманные деньги ребята приобрели детские присыпки, памперсы, игрушки. Сказать, что дом ребенка в этом остро нуждается, было бы неверно. И медицинский персонал открыт и рад любому проявлению благотворительного участия. А особенно такому, нежданно-негаданно пришедшему празднику, в обычный, ничем не отмеченный на календаре будничный день. Находиться тут очень приятно. И чувствуется, как воспитательница ухаживает за детьми. Я рад, что есть такие люди, которые отдают свою силу, заботу, чтобы сделать детей вот этих счастливых. Это у нас только самый первый визит. Мы будем стараться помогать и в дальнейшем работать. Нас будет все больше и больше. К нам попадают дети, которые по причине, по состоянию здоровья, они задержались в лечебных учреждениях. В Дагестане хотят детей. В Дагестане есть очень много семей, которые желают усыновить и воспитать этих детей. И все наши дети, которые подлежат даже, и которых раньше не подлежали, инвалиды не брали, тоже берут. По статистике, в республике около 6 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И сегодня у этих 19-20-летних ребят нет более благородной задачи, чем чувство ответственности за судьбы детей, лишенных родительского тепла и домашнего уюта. Они ощущают себя счастливыми, когда видят, что у тех, кто делает первые шаги в жизни, загораются глаза, и на лице появляется улыбка.